Что ж, ты здесь, чтобы узнать, какие перки на оружии ивента Рассвет тебе нужны. Давай не будем задерживаться, начнём. Плазменная винтовка Ледяной Натиск. Во-первых, посмотрите на статы. Урон в 95 единиц, дальность стрельбы 67 единиц. Это больше, чем у Аурвандила, который кошмарил Гарнила несколько сезонов назад. У того лишь 59 для сравнения. Так что в эту винтовку изначально заложен невероятный потенциал для ПВП. Для ПВЕ тоже с таким уроном будет очень круто работать. С помощью перка в первой колонке мы можем увеличить дальность стрельбы ещё сильнее. Тут я бы советовал остановиться либо на удлинённом стволе, либо на зауженном. Они дадут наибольший прирост к дальности, но слегка понизят стабильность и удобство. Во второй колонке, отвечающей за тип катушек, непременно ставим жидкостные катушки, которые увеличат урон на 10 единиц и снизят время заряда. Если ковать эту винтовку для ПВП, то в третьей колонке одним из самых интересных перков будет стрельба в скольжении, который улучшит дальность и стабильность, а также частично ещё перезарядит ваш магазин, когда вы используете подкат. Ещё одним хорошим вариантом тут будет под давлением, который улучшит стабильность и точность по мере опустошения магазина, что в ПВП будет крайне актуально, при условии, что вы на спауне получаете два патрона в запас. Ну или же убийственный вихрь в этой же колонке. Увеличит дальность стрельбы, подвижность и удобство после того, как вы убьёте одного противника. Перк в этом сезоне встречается на многом оружии и становится всё более востребованным. Для ПВЕ в этой колонке вам может пригодиться Чистолюбивый Ассасин, который будет переполнять ваш магазин после множественных убийств. А вот в четвёртой колонке настроек под ПВЕ куда больше. Тут и диверсант, который будет давать вам больше энергии для гранат за убийство, и перк в окружении, который значительно увеличит урон с этой винтовки, если вас окружили несколько противников. Тут даже есть рубака, один из немногих оставшихся перков на увеличение урона. Для ПВП тут можно назвать кабуру с автоподзарядкой, чтобы при переключении на винтовку вы сразу могли стрелять, не думая, что вам нужно её перезарядить, потом ещё стоять, жужжать, заряжать сам заряд. Либо же усиленные резервы, перк, который увеличит урон последним патроном в магазине, что тоже актуально, потому что по умолчанию у вас всё те же два патрона на старте в ПВП, а значит начинает работать перк сразу же. Как итог, вот такой ролл я хотел бы получить в подарке рассвета. Полный калибр, жидкостные катушки, убийственный вихрь и усиленные резервы. Переходим к следующему оружию, пистолет-пулемёт Холодный Фронт. Это кинетическая ППшка, то есть в первый слот. И она действительно уникальна, потому я был очень рад, когда сказали, что она падает с обновлённым ограничителем силы. Её уникальность в том, что это 750-й архетип. Пистолетов-пулемётов с такой скорострельностью в игре, кроме Холодного Фронта, две. И Келл ПП во второй слот и Геккельбери в первый слот, но это всё же экзотик. Ключ к успеху тут в том, что урон и дальность стрельбы у этого архетипа такая же, как у 600-х пистолетов-пулемётов. Но из-за увеличенной скорострельности урон заметно выше, так что будем сразу рассматривать ролл для ПВЕ. Удлинённый ствол в первой колонке, увеличенный магазин во второй колонке, а вот в третьей – пара вариантов. Либо излишки – новый перк, который очень неплохо увеличит стабильность оружия при заряженных способностях, а также повышает скорость перезарядки. Отличный перк для этого архетипа-то уж особенно. Также в этой колонке может понравиться перк жизнеобеспечения, который будет перезаряжать оружие из резервов за убийство, но его бы я советовал ставить только в случае, если вам удалось выбить увеличенный магазин во второй ячейке. А вот в последнем столбце просто невероятное везение – полоса удач. Да-да, один из лучших и теперь редчайших перков на увеличение урона. Честно говоря, просто из-за того, что в предполагаемом наборе перков есть полоса удач – это уже одна из главных причин фармить этот пистолет-пулемёт. Но если вам не будет везти вот совсем-совсем, то в этой же колонке есть перк в окружении, который можно рассматривать как альтернативу, конечно. Но всё же мы сюда за полосой удач пришли, запомни. Так что удлинённый ствол, увеличенный магазин, излишки, полоса удач. Вот это гадрол. Ну и переходим к третьему оружию – пулемёту Лавина. Пулемёт для тех, кто скучал по Акуле Молот из сезона Чёрного Арсенала. Правда, с солнечным уроном, но 450-й архетип на месте. Среди прицелов не могу сказать, что есть что-то принципиальное, но мне больше по вкусу пришёлся SPO 57. Плюс 15 к дальности стрельбы от него – это мощный бонус. Во второй ячейке не помешают рикошетные патроны, особенно если собираетесь использовать оружие в PvP. Если только PvE, то расширенный магазин, конечно, ёмкость тут будет важнее. В третий столбец завезли сразу несколько интересных перков. Тут нам и постижение дзен, увеличивающий стабильность, и кабура с автоподзарядом, и убийственный вихрь, который я уже называл в видео. И я бы всё же топил за автоподзарядку, поскольку пулемёты с их утомительно медленной анимацией перезарядки будут нравиться тебе куда больше, если будут заряжаться сами в кармане. В четвёртой колонке для PvP – палец на спуске, который увеличит стабильность. Для PvE подойдут стрижающие патроны на увеличенный урон по боссам. Рубака, который также увеличит урон пулемёта за множественные убийства. Ну или же Старикоза, которую я не очень-то люблю, но если, пустив в короткую пулемётную очередь по мелким мобам, они будут взрываться и наносить окружающим врагам дополнительный урон, то это, конечно же, имеет место быть. Так что ищем под ёлкой пулемёт, СПО-57 фронт, рикошетки или расширенный магазин, кабуру с автоподзарядом и рубаку. Такие вот дела. Теперь принимать подарки будет приятней, когда ты знаешь, что именно хочешь получить. Осталось только нафармить столько ингредиентов и испечь столько печенья. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал, это очень важно. До связи!